Всем привет, меня зовут Мария Микольчик, я тренер Голд Фитнес Хэмптон и сегодня вам расскажу, как убрать жир с боков. Существует очень знаменитый миф, что тренируя бока, делая наклоны, повороты, таким образом уходит жир с боков. На самом деле это неправда. Жировая ткань не связана никак с мышечной массой в районе боков, поэтому нет смысла тренировать постоянно бока в надежде, что исчезнет жировая прослойка. Все намного интереснее. В одном грамме жира у нас содержится 9 килокалорий, соответственно, за тренировку мы должны потратить как можно больше энергии, чтобы избавиться от жировой ткани. По сути, жировая ткань у нас в организме, как снег на улице. Там, где больше, соответственно, тает дольше. Для того, чтобы максимально продуктивно нам поработать с этой проблемной зоной, нам нужно первое составить диету, соответствующую вашему суточному обмену веществ, и грамотную тренировку, чем мы с вами сейчас и займемся. Я хочу предложить вам выполнить круговую тренировку, которая заключается в последовательном выполнении упражнений с минимальным отдыхом. Первое упражнение – приседания с гирей, со степов. Мы берем гирю, сразу оговаривая, что гирю нужно поднимать всегда с прямой спиной, никаких округлений. Движение начинается с отведения таза назад, мы садимся вниз, таким образом, чтобы таз опустился ниже колена, и поднимаемся вверх. Колено у нас направлено в сторону стопы. Наверху мы делаем выдох, внизу вдох. Следующее упражнение у нас – это становая тяга. Вес у нас на штанге 20 кг. Мы встаем, стопы чуть-чуть разворачиваем в стороны, и с прямой спиной снимаем вес с пола, выпрямляемся. И с прямой спиной также продолжаем делать наклоны, чуть ниже колена, и выпрямляемся вверх. Таких повторений мы выполняем 15. Дальше мы переходим к отжиманиям от пола с колен. Встаем в упор на коленях. Наше тело должно составить плечо, таз и колено одну прямую, то есть мы не можем оттопыривать попу назад. У нас все тело составляет ровную планку. И мы делаем вдох, опускаемся вниз, и на выдохе поднимаемся вверх. Таких тоже 15 повторений. Следующее упражнение мы делаем сгибание бедра в упоре на предплечьях, на пресс. Для этого мы прижимаем поясницу к тренажеру плотно, больше ее не отрываем. Упираемся в тренажер, ноги чуть-чуть спереди находятся. И начинаем делать сгибание бедра, немножко подкручивая таз. И наверху делаем выдох. И пятое упражнение у нас является тренажер АМТ, где мы работаем ровно 2 минуты с определенной нагрузкой. Нажимаем быстрый старт. Высота шага 2, сопротивление выставляем 5. И двигаемся с максимальной возможной амплитудой, которую нам показывает тренажер. Длина шага максимальная. В верхнем левом углу мы выставляем показатель шаги в минуту. И стараемся идти не меньше 80 шагов в минуту. С максимальной длиной шага. Между кругами мы делаем отдых 3 минуты. Таких кругов нужно сделать 5. И, соответственно, удерживать правильное питание. При этом, чтобы процесс жиросжигания проходил более эффективно, вам нужно в жизни не нервничать, меньше стрессов. И, конечно же, больше высыпаться. Я надеюсь, что сегодняшняя тренировка пойдет вам на пользу. Вы похудеете, постройнеете, станете увереннее в себе. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях. Пока!